На дворе март, а это значит, что активно начинает таять снег, а лед на водоемах с каждым днем становится все тоньше и тоньше. Тем не менее, каждый год весной находятся те, кто, видимо, не боится провалиться под воду и по-прежнему выходят на лед, сокращая свою дорогу или увлеченные рыбалкой. Сегодня спасатели провели учения на реке Вологде и рассказали, что делать, если человек попал в ледяную ловушку. Это устройство УСЛП, в общем, надувной плод для спасения, когда не подойти к воде, то есть он может сократить путь на 5 метров. Надувается, и пострадавшие за него цепляются, как лесенки сделаны такие, и его уже вытаскивают. Но если его нет с собой, значит, у нас такие вот есть костюмы замечательные, прямо в костюме залезем, если нужно, достанем человека. Учение у нас тактика специальная, совместно с государственной инспекцией по маломерным судам. Учение плановое. В этом году коррективу внесла природа, обычно мы проводим чуть позже, но, как вы видите, сейчас уже появились на реке участки открытой воды, поэтому служба приведена в готовность к спасению людей, провалившихся под лед. В настоящее время в районе города Вологда есть несколько участков открытой воды, при месте впадения малых рек, поэтому в местах традиционных переправ лед ослабляется, выход на лед опасен. В настоящее время нам уже установлены предупреждающие аншлаги о запрете выхода на лед. Официально запрет вступит в силу 15 марта. Толщина льда не столько влияет на безопасность, сколько структура льда. В настоящее время при плесовых температурах лед не имеет кристаллической структуры, лед рыхлый, поэтому, в принципе, провалиться можно в любом месте. Лед опасен сейчас. Как правило, люди проваливаются в зимней одежде, поэтому достаточно долго тепло сохраняется. Человек может находиться в воде, в одежде до нескольких десятков минут. Но понятно, что все зависит от возраста, от состояния, здоровья человека. В этом году случаев провалившихся под лед было несколько в течение всей зимы. Это было связано с особенностями погоды, поэтому служба все время работает, все время на чеку. Во-первых, нужно привлечь внимание прохожих, для того, чтобы могла быть вовремя оказана или помощь, или вызваны спасатели. Нужно обязательно закрепиться на льду, попытаться вылезти из полынью. Как правило, нужно вылезать в ту сторону, откуда человек пришел, где провалился. Там лед толще. Если удалось самостоятельно выбраться на лед, ни в коем случае не вставать. Нужно или отползать, или перекатываться в сторону берега. Если удалось привлечь внимание, на льду нужно закрепиться, спасатель или человек спасающий тоже не должен приближаться к краю проруби. Нужно подать провалившемуся какой-то предмет, может это быть куртка, шарф, ремень, ветка и так далее. И то же самое, когда удалось человека достать на лед, не спасающий, не пострадавший, не встают, перекатываются, переползают в берегу. Далее человека нужно согреть, вызвать скорую помощь. База, база, точки. На связи. На месте происшествия проведено спасание двух мужчин, провожившихся под лед. Получили переохлаждение, нужна скорая помощь. Как понял? База, понял. Вызываю скорую помощь на месте происшествия. Конец связи. Принял.